добрый день сегодня у нас 73 лекция условное название истина я начну с 5 определений по андрею баумейстеру вот есть такой на ю тубе курс андрея баумейстера общая заглавие что мыслить под заголовок целостное мышление и достойная жизнь вот вышло 22 видео тизер что значит мысли 4 октября и первая лекция что естественно краткое введение 16 октября вот я буду опираться на вот эту лекцию что естественно и буду начать не работать посмотрим что из этого получится итак андрей баумейстер говорит что истина это понятие которое в истории философии существует в нескольких вариантах пять вариантов он называет и дает краткое определение этим вариантом первая версия это корреспондентская или классическая теория истины высказывание или убеждение истины если она согласуется с фактами ну и второй вариант если его можно подтвердить или обосновать корреспондентс это соответствие поэтому теория соответствует фактам имеется ввиду вот это второй вариант когерентная теория истины высказывание истины если она является элементом самосогласованной системы высказываний третья версия эта версия прагматистская в частности это уильям джеймс пирс и джон дьюи вот в прагматистской версии идея считается истинной если поступок совершенный на основании этой идеи является успешным вот есть еще четвертая версия консенсусная теория высказывание истины если оно принято в сообществе ну и пятый вариант эвиденциалистская теория от слова evidence очевидность убеждение или высказывание истины если она воспринимается как очевидное вот такие пять версий давайте попробуем их оценить почему это хорошо во первых хорошо иметь конечный список обсуждаемых идей тем более хорошо иметь список версии одного понятия это задает ясную структуру текста и я считаю что главная беда всех философствующих это без структурность текста даже там где идеи у них есть у авторов они тонут в потоке красивых слов работать с этим очень трудно и вообще говоря не стоит оно того философ андрей баумейстер ближайший ко мне по жанру он как и я работает для обычных граждан и мне интересно с ним спорить они просто обнаруживать у него ошибки почему это плохо во первых хорошо разбивать множество на не пересекающиеся подмножество а эти пять версий понятия истины пересекаются ну например когда баумейстер цитирует определение прагматистка и консенсусную версию оказывается что это и другое высказывают прагматисты непонятно где между ними граница и вообще непонятно кто автор этих теорий может быть совсем другие люди во вторых хорошо иметь полноценные версии понятия работающие в чистом виде а эти версии не работают но достаточно просто привести примеры ну например я вижу это ясно и отчетливо поэтому это верно это конечно декарт и это конечно очень интересное мнение ну например я вижу что земля плоская а солнце ходит по нему но мы знаем что это неверно значит трудно пользоваться этой версии самой по себе в принципе можно каждой из версий предъявить ситуацию в которых она совершенно не работоспособна ну например можно подтвердить теорию фактами но он как мы знаем после книг томаса куна и карла поппера ученые не просто опираются на факты они подбирают факты которые хорошо согласуются с их общей концепции а другие факты игнорируют так исторически было и в этом общем есть свой определенный смысл иначе наука не работает ты в 3 хорошо знать когда какую версию можно применить для обычного человека это очень важно а здесь это непонятно и того здесь перед нами сырой материал 5 версий который невозможно применить материал не готовы к употреблению поэтому я предлагаю свой подход и для начала я хочу разделить контексты по крайней мере три контекста выделить математический социальный и жизненный если мы в математическом контексте мы рассматриваем только математические объекты и там вопрос об истине исследован хорошо и подробно этим занимается математическая логика и можно конечно кратко пересказывать ее результаты но честно говоря это не дело философии а дело преподавания математической логики и может быть мы когда-нибудь посвятим этому одну или пару серий второй контекст социальный мы знаем что у нас есть определенное сообщество мы знаем что он требует от своих членов определенных высказываний и убеждений которые внутри него считаются истинными но и в разных сообществах не только разные объемы истинных высказываний существует но существуют разные критерии по которым эти объемы могут проверяться улучшаться совершенствоваться и так далее то что приемлемо для физика может быть не приемлемо для химика или для биолога или для медика и наоборот поэтому надо изучать нормы данного сообщества и не пытаться выделенную предложить одно определение для всех пусть даже уважаемых сообществ но разных по своих а посвах по характеру своей работы по материалу над которым они работают наконец третий контекст жизненный вот есть отдельный человек который живет реальной жизнью у него есть собственная и у него есть проблемная ситуация и вот в этой ситуации мы чего начинаем начинаем с конфликта то есть что-то пошло не так дальше можем осознать это как проблему а дальше мы можем доформулировать это как задачу тут конечно непрерывная шкала конфликта это самое самая интуитивная наименее ясная ситу ситуация на другом конце задача наиболее определенная четкая постановка и проблема это все что между ними то есть разной степени ясности неясности гибкости вот такая непрерывная шкала ситуации но мы будем работать именно вот с этой шкалой что может нас выручить проблемные ситуации в жизненном контексте четыре вещи приемы модели оценки и рассуждения мы можем поискать готовый прием который решает нашу проблему хорошо если мы его нашли мы можем дальше не идти но предположим мы не нашли такого приема тогда мы стараемся построить некоторые описание некоторую модель ситуации чтобы внутри этой модели выбрать стратегию сначала теоретически потом осуществить его практические потом как-то посмотреть что получилось это 2 вариант наконец 3 вариант когда мы не можем построить модели потому что слишком сложная ситуация тогда мы вынуждены пользоваться отдельными оценкой вот это хорошо это плохо это лучше это хуже это приемлемо это не приемлемо это 3 вариант но наконец 4 вариант когда мы вообще ничего не можем придумать мы начинаем рассуждать На самом деле эти четыре вида мышления подставляют нам, во-первых, техника и технология, во-вторых, наука, в-третьих, искусство и в-четвертых, философия. И теперь, на мой взгляд, надо различать истину в узком смысле и в широком смысле. В узком смысле истины могут быть или не истинными, или ложными, могут быть модели, которые работают на определенном классе проблем, которые нас интересуют. А в широком смысле истинными являются оценки и рассуждения, с которыми согласны мы лично. Вот мы согласны, значит это истина. В первом случае, в узком смысле, легко применить модель и проверить, хотя это может потребовать некоторого труда. Во втором смысле, можно согласиться или не согласиться, ничего доказать нельзя. Можно выбрать или отказаться от этой версии, и это приемлемо. И теперь хочу отметить, что не надо путать, во-первых, три контекста между собою. Математические, отдельно, социальные отдельно, жизненные отдельно. И во-вторых, не надо путать истину в узком смысле и в широком смысле. Не существует такого определения, которое бы работало сразу в трех контекстах и в двух смыслах. Так не бывает, и не надо это, и не надо включать. Почему это хорошо? Эти множества не пересекаются, эти версии работают полноценно, и тут легко определить, когда какую версию можно применять. Итого, перед нами материал, готовый к употреблению для любого человека, который хочет этим воспользоваться. Спасибо, продолжение следует, до новых встреч.